Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Нет интриги, нет явки. В Крае завершились до выборов в АКЗС. Прибыль или дополнительные траты в регионе хотят построить дорогу в объезд Чуйского тракта. Родители жалуются, меню расширяют. Как изменится школьное питание для барнаульских детей? Начнем выпуск со статистики по новым заболевшим коронавирусом. За последние сутки в Крае выявлено 60 новых инфицированных. Умер один пациент, выздоровело 14. Теперь о носителях COVID-19. В Крае их уже 12 588. Тяжело больных 151 человек. Из них больше 50 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вяло и без энтузиазма. Накануне в Крае прошли дополнительные выборы в Алтайское Заксобрание. В них приняли участие 27 тысяч человек. Это всего 16% от общего числа избирателей. С чем связана беспрецедентно низкая явка, расскажет Валентина Аскерова, которая лично наблюдала за ходом голосования. Досрочные выборы в Краевой парламент проходили всего по трем округам. 26-му охватывающему часть Барнаула, 31-му часть Бийска и 12-му – это 4 района края – Краснощоковский, Куринский, Черыжский, Шипуновский. В этом году данные территории остались обезглавленными. Вакантные места в Краевой парламент освободились благодаря тому, что три народных избранника в этом году сложили свои полномочия. Ну как сложили? Ирина Теплова была осуждена за пособничество. В растрате Андрей Волков за присвоение денег. Ну а Валерий Гуминский просто переехал в другой регион. А по федеральному закону кресла в Заксобрании не могут поставать сроком больше, чем на год. Отсюда решение о досрочных выборах стоимостью по оценкам разных экспертов в 30 миллионов рублей. За место в Краевой парламент в единый день голосования боролись 14 кандидатов от разных партий и один самого движенец. Выборы проходили на 146 избирательных участках. Двери в избирательном участке Барнаула открылись ровно в 8 утра. Голосующих не густо, среди желающих только пожилые. Наблюдатели, блестители порядка элементарно, скучали. Надо выбрать, раз предложили, а выбрать того, кого я хочу. Пожилой возраст всегда как бы добросовестнее всегда бывает, более ответственный. Ну и видите, сейчас еще погода такая, что многие на дачных участках где-то находятся. Если сравнить с голосованием по поправкам, то очень низкое. Сейчас 11 человек пришел как раз на данный момент. То есть это мало, конечно. Может быть рано, может быть, конечно, картошка. Но я не знаю, как может быть картошка в приоритете. Будущее картошка. Некоторые считают, что эти выборы, ну так скажем, лишняя трата денег. Вы с этим согласны или у вас есть другое мнение? Ну вы знаете, у нас по любому поводу, чтобы кто не проводил, допустим, проводят день города, говорят, ой, куда вы эти деньги запускаете, фейерверки. Я считаю, что, в принципе, если есть законодательная основа для этого процесса, то она должна исполняться. Ажиотажа на избирательных участках не было и в Бийске. Та же скучная картина, что и в краевой столице. По сравнению с предыдущими выборами, да, меньше. Явочка, да, раза в два меньше она. Общий итог по явке 27,5 тысяч из 167 тысяч. Это всего 16 процентов от общего числа избирателей. Беспрецедентно мало. Для людей осталось непонятно, зачем это нужны выборы. Выборов не было. Отсюда и низкая явка, отсюда и прогнозируемые заранее результаты. Как и ожидалось, на всех трех округах победили единороссы. В Барнауле безоговорочный лидер Артем Шамков, в Бийске Григорий Бахтин и еще в одном округе, включающем четыре района Максим Кочев. Все три наши кандидата выиграли. Причем выиграли с достаточно большим перевесом голосов. Процент проголосовавших за наших кандидатов вставляет более 55 и выше. Обычно, когда явка небольшая, к сожалению, представители власти Единой России одерживают верх. И хочется как раз сказать людям, что на самом деле очень многое зависит от людей. И все, что там вам пытаются навязать, говоря, что от вашего голоса ничего не зависит, это все неправда. Кстати, вчера Антон Арцебашев направил жалобу в Краизбирком, где сообщила незаконная агитация за кандидата Единой России Артема Шамкова. О выявленных расклейках, замеченных отдельных агитационных материалов, расклеенных, по мнению заявителя, возможно, в день голосования. Вот мы вчера оперативно отправили для установления личности и ситуации по поводу этой расклейки в Главное управление МВД. Пока нам неизвестно о составлении протокола именно по данному факту, значит, выявлен ли нарушитель, нет, но этот вопрос продолжает оставаться быть на нашем контроле. Многие эксперты считают, проведенные выборы – репетиция перед большой избирательной гонкой 2021 года, когда будет обновляться весь депутатский состав ЗАГСобрания. Вся эта кампания в любом случае использовалась партиями-кандидатами, как некий тест-драйв перед большими выборами. После подведения итогов, после работы над ошибками, партии будут больше понимать, чем будут выходить, как выходить, и кто, как бы, те кандидаты, на которых они будут ставить. 13 сентября в ряде муниципалитетов прошли выборы и в органы местного самоуправления. Было разыграно 399 мандатов. Большинство достались партии власти. Почти 74% голосов за ее кандидатов. Отличился лишь Славгород. Из 21 мандата «Единая Россия» забрали всего 8. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. В регионе хотят построить трассу в обход Чуйского тракта. Депутатам АКЗС презентовали проект бренда «Большая Белокуриха», который призван объединить сразу несколько курортов. Об этом сообщает пресс-служба Краевого парламента. Важная деталь проекта – дорога в обход Чуйского тракта, которая разгрузит основную транспортную магистраль и примет на себя часть туристов. По новому маршруту можно будет проехать в Усть-Кан гораздо короче, чем по Чуйскому тракту. Поток туристов получит и Денисова пещера, и водопад Шинок, и озеро Бощелак. Авторы проекта выразили уверенность в том, что новый маршрут может сыграть большую роль для всего Юго-Восточного Алтая. А мы спросили у эксперта, не даст ли новый путь дополнительную финансовую нагрузку на дорожную сеть Края. Вместо деревьев – парковка, вместо газона – асфальт. В Барнауле очередной конфликт из-за территории, граничащей с многоквартирными домами. На этот раз горожане недовольны вырубкой деревьев. Тему продолжит София Яценко. В 2010 году это место выглядело вот так, а сейчас оно… В детстве Дмитрия по улице Смирнова рядом с домами 25-29А была аллея. Сейчас парковка. Чем недоволен мужчина? Он обратился в мэрию. Вдохновила к этим действиям история про то, как люди в самом центре города у нас отстаивали зеленый уголок на площади Сахарова и не дали его застроить под еще одну гостиницу. Мне кажется, нам нужно больше бороться за наши зеленые уголки. А с этого года бороться за них можно по закону. Летом алтайские парламентарии приняли поправки, которые четко определяют ответственность за ущерб, нанесенный зеленым зонам. Вырубил не на своем участке, обязан возместить. Если срубили, независимо, сухостойные, какие это деревья были, значит, на этом участке обязаны высадить то же самое количество деревьев, не хуже видового состава породного, но уже адаптированным природно-климатическим условиям Алтайского края, на той же площади и в том же количестве. После жалобы мужчины городской комитет по дорожному хозяйству провел проверку. Выяснилось следующее. Собственник земельных участков, рядом с которыми и находилась прежде аллея, самовольно вырубил деревья, оградил территорию и установил на ней свои конструкции. Сотрудники мэрии обязали нарушителя демонтировать все объекты до 15 августа. Срок истек, изменений нет. В связи с вышеизложенным органами местного самоуправления готовятся документы для обращения с иском в суд об освобождении земельного участка в принудительном порядке. После решения суда, ответчик, по идее, должен высадить деревья на прежнем месте, а чиновники проконтролировать этот процесс. Отметим, ситуации с самовольным захватом территории внутри или рядом с дворами в Барнауле происходят все чаще. Земельные конфликты возникают из-за незаконных парковок, клумб или вырубки деревьев. Чтобы предотвратить подобное, эксперты советуют горожанам и дальше проявлять гражданскую сознательность. И обращаться во всевозможные инстанции. От полиции и местной власти до профильных структур. К примеру, лесного хозяйства. Творожную запеканку, беточки из курицы и сосиски добавят в завтраки барнаульских школьников с 15 сентября. Меню горячего питания для начальной школы скорректировали после жалоб родителей. Напомним, по инициативе правительства страны, все учащиеся 1-4 классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Но в первые дни нового учебного года меню разочаровало многих родителей Барнаула. Люди жаловались, что оно слишком постное. Только каша, сыр, хлеб с маслом и чай. Возмущенные высказывания заполонили соцсети. Тогда власти краевой столицы решили отреагировать и провести ряд выездных проверок. В итоге меню горячего питания скорректировали. С завтрашнего дня в него включают творожную запеканку, беточки из курицы, сосиски, а также блюда из рыбы и мяса. Добавим, что всего наш регион из федерального бюджета поступило около 350 миллионов рублей на организацию бесплатного горячего питания до конца 2020 года. Вопрос цифровизации системы образования в нашем регионе обсуждают местные и федеральные эксперты отрасли. Сегодня стартовали Дни образования на Алтае 2020. Это большой профессиональный форум, на котором в течение недели будут обсуждать актуальные вопросы современного образования и разбирать лучшие практики. Мастер-классы, семинары, предметные мастерские – все в режиме онлайн, но с большим охватом экспертов, среди которых немало и столичных. В центре обсуждения вопросы повышения качества образования, обучения новым подходом, профориентации педагогов и цифровой среды. По мнению федеральных экспертов, электронное образование не должно сводиться исключительно к дистанционным формам обучения. Надо научиться разделять, что делать дистанционно, а что делать очно. Вот, например, можно дистанционно с помощью новых технологий передать информацию. Но обсудить ее, погрузить в этот процесс, сделать так, чтобы он стал каждому понятным – это делается чаще очно лучше. Я думаю, хорошего учителя никто никогда отсюда не уберет из этой системы. Между тем, инициативная группа родителей из Барнаула продолжает активно выступать против цифровизации образования. По их словам, это прикрытие для перехода на глобальное дистанционное обучение. Обеспокоенные мамы пять раз писали заявление в мэрию и Министерство образования края с просьбой провести протестный митинг. Каждый раз – отказ. Но петиции, размещенные в социальных сетях, продолжают собирать подписи жителей края. И теперь инициативная группа намерена обращаться в суды, чтобы обжаловать решения директоров школ, которые хотят перевести неважные предметы на дистант. Сейчас на дому барнаульские дети изучают музыку, изобразительное искусство, географию и другие предметы. Вместо Кузбасса – цех барнаульского завода. Из-за пандемии финал национального чемпионата молодые профессионалы по компетенции фрезерной работы на станках ЧПУ проходит онлайн. Единственный представитель нашего региона Виктор Рейзе выполняет конкурсное задание под наблюдением видеокамер без каких-либо подсказок и помощи со стороны. Рассчитывает ли он и его наставники на победу и действительно ли рабочие профессии становятся сейчас все более популярными у молодежи? Расскажем далее. Небольшая площадка, где есть все для успешного выполнения конкурсного задания. Современный станок, компьютер, необходимые детали. Это сегодня здесь шумно и многолюдно. В субботу, в момент проведения самого конкурса, Виктор мог сосредоточиться на работе. Выпускник политехнического техникума и уже сотрудник завода механических прессов сначала победил на региональном этапе конкурса. Теперь российский и 17 виртуальных конкурентов. Но задание, по сути, похоже – написать программу на деталь и изготовить ее. «Специальная программа есть, которая для станка рассчитывает траекторию движения инструмента. То есть рисуется, траекторию сами расписываются в этой программе. Это все заносится в станок, деталь устанавливается и уже станок сам ее делает». За процессом наблюдало жюри онлайн. От самого начала до этапа упаковки деталей в этот небольшой ящик. Сегодня его отправят в Москву, где уже зрелые профессионалы будут определять победителя национального конкурса. Наставник Виктора, говорит, волновался, пожалуй, даже больше самого фрезеровщика. «Чертежи нам приходят перед конкурсом, грубо говоря, перед выполнением задания за 5 минут. У него есть 10 минут всего на ознакомление. И далее 4 часа на выполнение данной работы». Теперь все позади. Остается дождаться результатов. Кстати, в Министерстве образования и науки региона утверждают, что с каждым годом количество участников регионального чемпионата и тех, кто выходит в российский финал, растет. Глядя на своих товарищей металлообработкой, желают заниматься и другие юноши. К тому же фрезеровщики и токари очень востребованы нашими алтайскими предприятиями. «У нас по расчетам численности не хватает 26 операторов, наладчиков, станков, ЧПУ. Конечно, мы заинтересованы». «Некоторые ребята покидают наши регионы. Это еще зависит от уровня заработной платы. Но наши предприятия стараются наших выпускников не обижать. Это и подъемные, и иные меры социальной поддержки. Это и помощь в получении высшего образования». Финалист российского чемпионата молодые профессионалы Виктор Рейзе покидать Алтайский край пока не планирует. В свои 21 он уже три месяца трудится на заводе механических прессов. Работает по специальности. Пока всем доволен. И надеется, что итог конкурса тоже порадует. Кстати, призеров ожидает хорошее денежное поощрение от 20 до 40 тысяч рублей. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком. Еще долго не смогут прийти в себя. Родители юных футболистов Барнаульского клуба «Патриот» переживают за своих детей, которым придется смириться с мыслью, что их любимого наставника больше нет. Накануне стало известно, что ушел из жизни 35-летний президент клуба Виталий Крючков. Как сообщают неофициальные источники, его тело нашли в раздевалке клуба. Он был настоящим фанатом своего дела. Не представлял себя без футбола и своих мальчишек. Это мы поняли, когда общались с Виталием еще в феврале. Я знаю, что я вкладываю в нечто большее. Я не жду финансовой какой-то самоотдачи. Когда наши дети побеждают, когда они обнимаются, когда они радуются, когда они дружат вне футбола, для меня это самые большие победы и самая большая отдача. Буквально на днях мы записывали интервью с Виталием во время торжественного открытия футбольной детской площадки. Он был в приподнятом настроении и очень радовался новому полю для своих воспитанников. И еще одно печальное известие ушло из жизни Валентина Буняева. Более 40 лет она работала в журналистике, на краевом радио, была во голове пресс-службы и сельхозуправления, увлекалась альпинизмом и даже написала об этом книгу. И в завершении выпуска позитивная новость. Юные барнаульские спортсмены примут участие в суперфинале детской лиги дзюдо в Сочи. Это право они заслужили, выиграв серебро на прошедшем выходные в Барнауле, третьем этапе и финале сибирского дивизиона детской лиги «Триумф Энерджи». Это первая детская лига дзюдо, которая объединяет спортсменов из России, Азии, Европы и позволяет юным спортсменам заявить себя на самом высоком уровне. Несмотря на международный статус, участники из других стран ожидаются со следующего года. В этом году соседались дзюдоисты Уральского и Сибирского федеральных округов. В финал вышли спортсмены из Новосибирска, они получили золото и Барнаула у наших второе место. И теперь две команды выйдут в финал, который пройдет в Сочи уже в октябре. А на этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова